Поскольку в мэрию Черкеска поступало много жалоб на муниципальные услуги, актуальность и необходимость открытия центра была более чем обусловлена. Многофункциональный центр предоставления гос. и муниципальных услуг – это очередной значимый подарок горожанам. Кстати, отметить, что в Черкеске функционируют два МФЦ, первый из которых был открыт неделей ранее. У нас много поступает жалоб на муниципальные услуги, на федеральные услуги. Я вот думаю, что с открытием центра у нас лучше будет обслуживаться наше население, меньше будет жалоб. Это у нас же в Черкесске второй центр. Здесь у нас пять окон, в первом шесть окон. В следующем году мы доведем до необходимой нормы, до 26 в разных районах города. Очень большое такое подспорье для граждан в плане предоставления услуг государственных, муниципальных. И действительно это избавит граждан от стояния в очередях, от хождения по различным кабинетам. Поэтому я тоже хочу поздравить вас всех с таким событием, с большим. Под аплодисменты горожан символический ключ от городского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг мэр Черкеска торжественно вручил руководителю этого учреждения Светлане Байчоровой. Под аплодисменты горожан красную ленточку на входе в МФЦ перерезали Руслан Тамбейв и Валерий Ксалов, после чего для участников церемонии провели ознакомительную экскурсию по учреждению. Задача МФЦ – избавить граждан от необходимости обращаться в государственные или муниципальные органы лично и самим собирать многочисленные справки для получения какой-либо муниципальной или государственной услуги. Достаточно обратиться в МФЦ с заявлением и минимальным пакетом документов, а остальную работу по сбору необходимых для получения услуги сведений проведут без участия заявителей. Но самое главное – многофункциональный центр позволит жителям города сэкономить силы, нервы и время. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.